Добрый вечер! Здравствуйте! Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в нашей ежедневной программе «Чисто Ньюз». Смотрите сегодня в выпуске. В Донецком зоопарке прошла мобилизация. Сын боксера Николая Валуева пошел по стопам отца. Чиновники, работавшие в аппарате прошлого президента, просят Петра Порошенко их не увольнять. Представители сексуальных меньшинств выпустили линию одежды, по которой они смогут узнавать друг друга. В Херсоне памятник Ленину начал мстить вандалам. А теперь об этих и других новостях более подробно. Верховная Рада назначила дату и время проведения инаугурации Петра Порошенко. Церемония состоится 7 июня в 10 часов утра, чтобы новый президент хорошо выспался. Сценарий церемонии держится в строжайшем секрете, но по слухам, Петр Алексеевич появится верхом на коне. И специально для Порошенко нашли специального коня. Из партии регионов вышло еще 20 депутатов. По нашим подсчетам, на данный момент из партии регионов вышло депутатов в 2,5 раза больше, чем в ней было. В воскресенье 1 июня в центре Киева прошло народный вечер, темой которого стала дальнейшая судьба Майдана. Народные представители заявили, что не разойдутся, пока не произойдет полная иллюстрация власти и пока не созреет вся редиска. Также на территории Майдана собираются ввести сухой закон. Наибольшее возмущение эта новость вызвала у сотников и особенно у 150-ников в палатке Львовская и в шатре Черниговская. К другим новостям столицы. Православная церковь Киевского патриархата создала отряд по борьбе с терроризмом. В Печерском управлении по борьбе с наркотиками прошли курсы повышения квалификации. В Новый Киевсовет прошло 3 человека из команды Леонида Черновецкого. Этих людей в здании очень просто узнать. Они постоянно тусуются возле кулера, хихикуют и пьют водичку. По сообщениям Укрзалезницы по маршруту Киев-Трусковец начал курсировать поезд Хюндай. Работники железной дороги пока не знают, как остановить взбесившуюся махину, которая ни с того ни с сего пришла в движение и самовольно начала курсировать по этому маршруту. На этих выходных в Киеве открылся музей братьев Кличко. На Виталика вы можете посмотреть в понедельник, среду и пятницу, а на Владимира во вторник, четверг и субботу. Однако уже со следующей недели в музей подвезут новые экспонаты. Это чемпионские пояса, которые они забрали у других боксеров, а также портфель мэра, который Виталий забрал у предыдущего городского главы. Также в музее есть документальные кадры, подтверждающие, что бокс с детства давался Владимиру Кличко очень легко. Особый интерес в музее вызывает довольно свежий экспонат. Зуб, подаренный Владимиру Кличко российским боксером Александром Поветкиным во время их поединка в конце прошлого года. Этот экспонат так нравится Владимиру, что он согласился на еще один бой с Поветкиным, чтобы собрать полную коллекцию зубов. Новости с востока Украины. В Донецкой области закрылись все Макдональдс. Откровенно говоря, необходимости в них уже не было. Сепаратисты перестали церемониться и ходят в туалет прямо на улице. В центре Донецка прошла акция протеста в адрес новоизбранного президента. Донецкие бабушки публично растоптали конфеты производства фабрики Роше. В ответ на это разгневанные внуки публично растоптали бабушкины очки, распустили варежки, а потом в знак протеста прошлись по помытому. По-своему освещают события на востоке Украины российские СМИ. Так в соцсетях активно распространяется информация о том, что украинская биатлонистка Елена Педагрушина участвует в антитеррористической операции в качестве снайпера. Не удивимся, что скоро из российских СМИ мы узнаем, что украинский силач Василий Веростюк зубами перетаскивает БТР и сепаратистов на сторону украинской армии. Сергей Бубко перепрыгивает блокпосты луганских повстанцев. А пловчиха Яна Клочкова служит в отряде украинских боевых дельфинов. Это были новости из восточных регионов. У нас на связи наш специальный корреспондент Артем, который находится на западе страны. Артем, вам слово. Здравствуйте, ребята! Витаю, шановное панство! Не удивляйтесь, дело в том, что сегодня я нахожусь во Львове. В городе, в котором знают, ценят, любят, а главное, понимают украинский язык. Даже тот, на котором разговаривал Микола Яныч Азаров. Хотя, давайте все-таки проверим. Ну, таких крылатых праз, наверное, я сейчас так быстро не вспомню. Как это? По кровосиси. В Украине сформировался целый прошарок кровосиси. Кто такой кровосиси? Чего посмехаетесь? Ну, скажем так, последними роками они были в нашем парламенте. Богато их было? Ну, порядка 450. Кровосиси все такое, знаете? Кто? Это я все из Азарова речи вам говорю. Кровосиси? А ну, повторите еще раз. Кровосиси? Боже, как приятно от девушки такое слышать. От вас, Микола Яныч, извините, не так было. Как вы думаете, что означала фраза? Вы являетесь на сапистой машине в хача. Какого хача эта машина? Может, его персональный водитель? А это вариант, кстати. А мы-то думали, он что-то неправильно сказал. За два роки Жодин смастив, в Черневецкой области, не быв введенный в эксплуатацию. Петкресливый Жодин. Кто такой Жодин? Никто. Никто. Ну. Как и Микола Яныч. Плотники. Плотники – это портянки. То есть портянки налогов правильно переводится фраза? Их разъяснение плотникам податки. А, плотники, значит. Да? Ну, то, что говорил Микола Янович, это… А может, это плохие плательщики налогов? Их можно назвать плотниками. Я еще не говорю, не ЦКВ. ЦКВ. Что означало? Что это может быть? Странный комитет. ЦКВ. Звучит, как аббревиатура, да? ЦКВ. Не, если бы я спросил, что такое ПТНПНХ, то вы бы сразу мне ответили. Так. На виду лишь один маленький приклад. Я подсукавился. Подсукавился. Что это означает? Поцукавился? Поцукавился? Не знаю, может, и посмотрелся, может быть, так же. Ты точно украинец? Так. А сразу не скажешь. Вот как вы думаете, что означает «поцукавился»? А мы вообще не думаем. Мы отдыхаем. А это, кстати, фишка Миколы Яновича. Я иностранец. И это тоже его фишка. Сейчас так и говорит. Я иностранец, я в Австрии живу, я вам ничего не сказать. Пошли вы. Хорошо. Что означает «сосини»? Что? Не-не-не, вы не подумайте, я вам ничего плохого не предлагаю. Что означает «сосини»? «Сосини»? «Сосини». Оптовые гиперрынки, какие мы будуем, уже с «сосини», 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 «сосини» по точному уроку полностью закрыт проблемы постачания «Мисс Миллионник». «Сосини». 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 «Сосини»?» «Сосини». «Сосини»?» «Сосини»? «Сосини»?» «Сосини»? «Сосини»?» «Сосини»?» «Сосини»? 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 будут звучать примерно так. У Сергея было 4 литра воды, а после аннексии стало не одного. Вопрос, где живет Сергей? Новости спорта в Чиста Ньюс. Вратарь шахтера Андрей Пятов после отдыха в Турции не смог вернуться в Донецк. По слухам, Андрей в Турции поймал 11-литровый и теперь находится в полном ауте. Организатор гарантии «Формулы-1» в Сочи Сергей Воробьев сообщил, что гонка пройдет в дневное время суток, а не в ночное, как предполагалось ранее. Такое решение принято потому, что ночью сочинские таксисты могут запросто обогнать болиды гонщиков. А сейчас пришло время нашего традиционного хит-парада сомнительных спортивных достижений. Начнем с тяжелоатлета из Америки, который подтверждает правила «Первый блин комом». На втором месте сразу трое. Лыжник, пёс и телевизор. Сейчас сами всё поймёте. А побеждает сегодня уже не виртуальный, а реальный лыжник «Оптимист». На сегодня всё. Хотим сказать, что сегодняшние наши с вами новости полностью зависят от того, что мы делали вчера. Так что в наших с вами силах сделать завтрашние новости лучше. До свидания. Берегите себя. Пока.